Всем привет! Многим кажется, что радиосвязь это что-то такое редкое. Радиостанции сейчас уже редко где-то встречаются, все пользуются современными средствами связи, интернет, сотовые телефоны, вайфай, bluetooth и так далее. Но что такое вайфай? Это тоже, можно сказать, средство радиосвязи. Вот такой вот очень многим известный модуль ESP8266, микроконтроллер, содержащий в себе еще и прием передатчик на 2,4 гигагерца. Вайфай это, можно сказать, тоже микроконтроллер с радиостанцией. А раз это радиостанция, то значит можно с ней провести разные радиоэксперименты. Например, проверить дальность действия радиостанции. Конечно, в обычном, в привычном нам виде системы вайфай это роутер, какая-то точка доступа и клиенты, которые к ней соединяются в виде телефонов, ноутбуков, там чего-нибудь еще. И в таком виде проверять дальность связи очень неудобно. И я взял такие модули ESP8266, написал к ним программу, которая будет работать не как точка доступа и клиент, а просто на одном модуле будет передатчик, маяк, который периодически передает пакеты 50 раз в секунду. Коротенькие пакеты, одинаковые. А на другом таком модуле программа будет принимать именно только эти пакеты, только от того модуля, от первого. И считать, сколько штук она их приняла за секунду, а сколько не приняла, показывать все это на дисплее. Соответственно, мы таким способом сможем увидеть количество принятых, количество потерянных пакетов. Wi-Fi передатчик этого модуля ESP8266 конечно же имеет какую-то мощность свою выходную. Где-то она у производителя заявлена, сколько там децибел, милливатт, 20 или 25, но проверить ее никак нельзя, так как нет разъема для подключения антенны. Антенна микроскопическая есть на самой плате. И нет такого измерителя мощности у меня, чтобы 2,4 ГГц можно было мерить. Поэтому остается только провести эксперимент. Итак, чтобы проверить дальность работы Wi-Fi на этих модулях ESP8266, я сейчас один модуль вот так вот запитанный от маленького пауэрбанка, то есть от аккумулятора с USB выходом, наверно там внутри 18650 судя по размерам, оставлю вот здесь где-нибудь на дереве повешу и буду отходить от него на небольшие расстояния метров на 100, может быть 200 и на другой такой модуль принимать сигнал от этого модуля. Посмотрим, какие расстояния удастся достигнуть. Вот так вот на второй модуль на небольшом расстоянии метров 10, наверное, сзади меня на дереве висит первый модуль. На второй видно уже уровень сигнала примерно минус 70 dBm и количество пакетов принятых в секунду тоже в районе 50. Цифра эта немножко меняется, то 48, то 49. На дисплее программы приемной у меня показывают три цифры. Это уровень сигнала, считанный из API модуля и соответственно подсчитанное количество пакетов принятых в секунду, мгновенное значение и средние две цифры. Сейчас на маленьком расстоянии конечно 50 пакетов мы принимаем из 50, а вот когда я отойду метров на 100, посмотрим сколько будет там. Немного отошел от того места где оставил первый модуль, вот там вот на дереве, метров наверное 70-80 точно я не измерял. Прекрасный сигнал его здесь видно, принимается. Количество принятых пакетов тоже в районе 50 так и держится. Напомню, передатчик передает 50 пакетов в секунду, приемник здесь их принимает и подсчитывает количество за секунду, выводит два значения, абсолютное за последнее измерение и среднее за последних несколько десятков измерений. Уровень сигнала тоже выводится и он стал меньше. Посмотрим что будет если отойду подальше. Интересно какое максимальное будет расстояние. Я честно говоря думал, что на таком расстоянии уже будет хуже гораздо прием. Уже не будет 50 пакетов в секунду, но работает несмотря ни на что. Расстояние 160 метров, уже сигнал стал гораздо слабее, принимаются не все пакеты. Причем вот если я располагаю приемный модуль за собой, то есть я закрываю прямую видимость от этого модуля туда вот до того модуля, который работает в качестве передатчика, то вообще практически приема нет. А если я вот так вот его выношу, чтобы была прямая видимость, то принимает 50 пакетов в секунду практически. 49-48 небольшая разница. Вот так важна прямая видимость на 2,4 ГГц, то есть вот здесь уже практически сразу 0. Теперь удаление 220 метров, всего 200 метров с небольшим. Причем я сейчас нахожусь на пригорке, чуть-чуть выше поднялся, передатчик вот там вот остался за мной. И уже принимаются единицы пакетов, из 50 пакетов в секунду приходит буквально единицы. В какую-то секунду вообще ноль ни одного пакета, в какую-то секунду приходит несколько пакетов или может быть 10. То есть можно считать, что это прием не удовлетворительный. Пользоваться такой связью уже было бы нельзя. То есть нормальный Wi-Fi не работал бы, а только вот такой вот экспериментальный, когда там работает маяк, просто постоянно лупит в эфир пакеты 50 раз в секунду, а здесь только принимает эти пакеты и считает. То есть данные никакие не передаются. Уровень сигнала показывает минус 90 dBm примерно. То есть можно считать, что у этого модуля такая чувствительность. При минус 90 dBm он уже почти не принимает сигналы. При том, что я нахожусь, как вы видите, в полевых условиях, рядом других каких-то мощных источников излучения на 2,4 гигагерца нету, помех каких-то нет. Если бы я был в железобетонном здании, где там много других Wi-Fi роутеров, сетей, то еще хуже все было бы. А здесь вот так вот 200 метров. Да, конечно, такие модули существуют разных вариантов, с немножко разными антеннами. Есть модуль не ESP8266, а ESP32, но я думаю, что большой разницы по дальности, по мощности, по чувствительности между этими модулями нет. И такая дальность, еще раз повторюсь, достигнута только при очень простом, так скажем, радиообмене, когда передатчик постоянно передает, а приемник просто считает количество пакетов. Если бы передавались какие-то данные длинными пакетами, то было бы все еще хуже. Спасибо, что смотрели это видео. На этом я эксперимент свой закончил. Ссылка на программу для этого эксперимента есть в описании к этому видео. Программа одна и та же. И для приемника, и для передатчика отличается только одним define в самом начале. Если это define, закомментировать и скомпилировать программу, то это будет передающая часть. Если раскомментировать, скомпилировать, то это будет приемная часть. Схемы никакой нет. Как сами видите, просто один дисплей подключен к модулю. Здесь был Алексей Игонин. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok